Фух Блять Очень забавно, если ваши ганы совпадут с моими Затягивать я не хочу, просто напомню, что у нас там на канале скоро будет 100 тысяч Поэтому, ну, прошу вас в этом, так сказать, мне поспособствовать Мне будет очень-очень приятно В этот раз я триндеть особо не буду, давайте сразу же приступим Ну шо ж, мы с вами уже переместились на стрельбище Сразу хочу уточнить, что абсолютно все оружие, которое сейчас есть в Апексе Оно, в принципе, отбалансено, ну, плюс-минус более-менее нормально То есть я не могу сказать, что есть какие-то ганы, которые прям вообще максимально ужасны Да, вот именно плохие Есть имбы, да, с этим проблемки у Апекса реально есть Но вот исключительно каких-то прям совсем хреновиших пушек Которым невозможно там найти какое-то применение Их тупо не существует Поэтому все те тиры, которые я сегодня, в общем-то, выделю Ну, можно сказать, исключительно для того, чтобы сравнить одно оружие с другим Если вы вдруг по каким-то причинам не смотрели мой предыдущий террелист Я рекомендую вам это сделать, потому что там абсолютно все то же самое, но по героям Так вот, если вы вдруг не смотрели Напомню, что мои террелисты состоят из четырех пунктов Тир А это самые прям охрененные ганы будут, к которым претензий вообще ноль Тир Б это тоже крутецкие пушки Но к ним, скажем так, уже возникают какие-то вопросики Тир С, в принципе, тоже нормальные ганы Но у них есть свои какие-то костыли И, разумеется, тир Д это прям уже, ну, совсем такое себе оружие Не могу сказать, что оно ужасное, но оно такое себе Я уже наперед знаю, что этот террелист разорвет многим жопу Но я прям хочу это сделать Короче, ладненько, первая стойка у нас шатганы Шатганы довольно забавная тема Начнем, наверное, с Мазамбика Мазамбик, как и был, он так, в принципе, и остался Одним из самых мощных дробовиков Как бы это странно ни звучало Но реально, чисто по ДПСу, да, по вливаемому в секунду урону Он до сих пор один из лучших дробовиков вообще в игре И, на самом деле, если вы находите его в начале игры То, ну, он ощущается реально круто Если вы вдруг найдете еще и молотящие боеприпасы То с этим оружием можно спокойно брать топ-1 Я сейчас реально не рофлю Если вы вдруг до сих пор предвзято относитесь к этому оружию То я советую вам пересмотреть, скажем так, свои мысли, да Попробовать на нем поиграть снова Особенно если вы находите вот реально полные обвесы Этот ган реально прям, ну, невероятно крутой Самое забавное, что даже на какой-то большой дистанции Вы спокойно можете накидывать реально приличный дэмэдж То есть противники это будут ощущать Но понятное дело, что основное, зачем этот дробовик вообще нужен Это давать какой-то первичный дамаг Там, допустим, крякать противника Потом залетать из двух шотов, добивать вообще ничего не подозревающего противника Если вы, тем более, застали его врасплох Короче, что я могу сказать Мне Мазамбик реально сейчас нравится На аренах это вообще, думаю, те люди, которые апают зачем-то арены Они знают, что это сейчас метовый ган Все предаторы апаются таким образом Кто кого перестреляет из Мазамбика Чисто по своему скромному мнению Я Мазамбик засуну в Тир Б Потому что реально сейчас, даже с учетом бафнута Евы Он до сих пор сбривает противников Практически с такой же скоростью, как и сама Ева Но понятное дело, что он немножко не дотягивает Поэтому как бы и не Тир А Пискипер, несмотря на то, что его никак особо не бафали последнее время Это до сих пор, как по мне, один из лучших дробовиков для распикивания Если вы играете через Гибралтара Либо какие-то другие щиты Либо просто из-за укрытий То лучше, чем Пискипер в игре просто не будет Ну, лучше по нанесению 9 урона Но если без шуток, то серьезно Пискипер это очень универсальный ган За счет того, что вы можете, как я уже говорил, распикивать противников Так и в принципе с какой-то средней дистанции С помощью Чока наносить тоже огромное количество урона То есть это не просто дробовик, знаете, из разряда Надо сближаться с противником, чтобы нанести хоть какой-то дэмэдж Нет, вы спокойно можете взять, к примеру, чок, зарядить И вот навешивать там по 70 урона Не особо даже меткими шотами Конечно же, по ДПСу он, насколько я помню, один из вообще худших дробовиков Но, как говорится, не все то, что круто звучит на бумаге Круто работает на практике И это как раз таки пропискипер Потому что на бумаге он звучит так себе Но на практике с ним до сих пор играет огромное количество людей Из-за того, что он может спокойно двумя шотами сбривать противников Однозначно, Тир А один из моих любимых дробовиков Поэтому давайте уже сразу приступим к Еве Которую в этом сезоне охренеть как забафали И теперь вернули ее примерно на тот уровень На котором она была еще до своего довольно сильного нерфа Сейчас оружие просто дичайшая какая-то молотилка Если вы, к примеру, любите играть на том же Октане Противникам будет Омега больно В рейтинге, конечно, возможно, с этим будут какие-то проблемы Но, опять же, все зависит от вашего скилла Даже если вы хреново стреляете И даже если вы много раз будете промахиваться Все равно у вас есть огромное количество Скажем так, запасных выстрелов То есть, вот, можно заметить, 4 выстрела Если бы я еще последний в молоко не дал У меня все еще оставалось Напомню, что вы можете зажимать по врагу Все же, его авто Я до определенного момента реально не знал этого Я ходил, тупо фликал По одному нажатию И мне было очень неудобно Сейчас же я понимаю, что ты просто можешь держать ЛКМ Здесь безоговорочно Тир А Мне, кстати говоря, под простым Тир Листом Такой прилетел довольно забавный комментарий С которого я, конечно, поугарал вообще знатно Мне чел в такой, ну, знаете ли, псевдоинтеллектуальной форме написал Сразу видно, что ты не шаришь в киберспорте Потому что твой Тир Лист говнище Я вот просто когда вижу подобные какие-то комменты у себя У меня сразу в голове появляется такая мысль Из разряда Вот приходит домой какой-нибудь Империал Холл Ладно, не Империал Холл, возьмем каких-то СНГшников Допустим, там, ну, хардеки пусть будет Приходит он домой, садится за комп и такой Блин! У меня скоро турнир, а я не знаю, с каким оружием мне играть Пойду-ка я, наверное, посмотрю видосы Валькирина И он мне там все подскажет Расскажет, какая мета на турнирах Какое оружие надо брать на турнирах Каких героев надо пикать на турнирах И все в этом духе Да, это же, наверное, так работает У меня по-любому вот все там десятки тысяч просмотров Это люди исключительно, которые играют в киберспорте Не иначе Понятное дело, что прежде всего эти ролики делаются для основной массы людей Даже если взять какие-то хайранги По типу там мастеров или предаторов Даже там, чтобы вы понимали Люди не играют так же, как они играют на турнирах Геймплей на турнирах и геймплей в самой игре Это две абсолютно разные вещи То, что работает на турнирах Далеко не всегда будет работать у простых людей Пример с прошлого тирлиста, да Когда я засунул бангу в тир С То есть предпоследний тир У некоторых людей реально сгорело жопа Говорили, а почему тогда у киберспортсменов такой большой пик? Просто потому, что киберспортсмены Это не основная масса людей Вспомните хотя бы один раз Чтобы ваш рандом или ваш тиммейт Даже там на даймаде Даже пусть на мастерах Нормально реализовывал бангалор Но вот серьезно Когда? Я ни разу не встречал такого человека Кроме, опять же, все тех же турниров Короче, ладно Думаю, саму мысль вы поняли И больше вот такой ерунду Мне написывать не будут Хотя мне будет дико приятно Серьезно, мне будет дико приятно Если реально меня смотрят киберспортсмены Не знаю зачем Короче, ладненько Снайперская стойка Здесь сразу могу сказать Что абсолютно все ганы Кроме ведомого Они на одном уровне То есть, если взять страж Это просто такое ситуативное оружие на любителя Со стража нужно уметь стрелять Мне лично страж не нравится Но при всем при этом Я понимаю, что это охрененнейшая болтовка Которая дает кучу дамага Если вы еще будете заряжать ее банками Она будет откусывать лица Противником только в путь Вот возьмем 176 дамага по противнику Без шлема Думаю, вы уже понимаете Насколько это жесткая хрень Опять же, у меня руки из жопы Поэтому я не умею с него стрелять Но все же Это тир Б Все остальные снайперки Тоже сразу скажу Что это тир Б Для меня же Как и думаю Для большинства людей Которые не особо Как-то любят Дальнюю дистанцию Самым простым вариантом Будет, разумеется Чаржа И это тот ган Который в текущей Такой медленной Слоупочной И пассивной мети Он, наверное, можно сказать Вообще топ-пик Просто зажимаете Без какой-либо Баллистики Без какого-либо Там отклонения Пули В точку И с трех там попаданий Плюс-минус Хороших Убиваете противника Даже с красным армором У меня скоро выйдет На канале видос Там, где мы играли С тремя чаржами В рейтинге Я думаю Вы уже понимаете Что там получилось Наглядно Увидите Немножко попозже Короче Чаржу Я бы вообще Хотел засунуть Наверное Тир А Но не могу Просто потому Что это Очень не универсальное Оружие От бедра Конечно Оно вроде бы Стреляет Относительно неплохо Но все равно Это вообще не сравнится С какими-то там Другими ганами Из тира А Длинный лук Абсолютно То же самое То есть это ган С тяжелой баллистикой Но если вы Хорошо умеете С него стрелять То вы будете наносить Просто охреному тучу урона Страж Энерговинтовка И длинный лук Это заслуженный Тир Б В текущей мете Это прям охрененные ганы Хотя я снайперки Опять же не особо и люблю А вот ведомый Его немножко Можно сказать Нерфанули Хотя это больше не нерф А своего рода реворк Как вы уже можете заметить Или как вы уже заметили Он теперь на снайперских патронах И разумеется На снайперских обвесах Жалко что приклад Как у какого-нибудь Маузера Или там прицел По типу 4.10 На него повесить Конечно же нельзя Но все же как есть Ему вернули череполом Ускоритель перезарядки Сделали фиолетовым Но разумеется Все будут носить череполом Потому что нахрен Этот ускоритель вообще нужен Череполом дает Хренову тучу урона в голову Сам ведомый Никак не поменялся Просто там Просто у него теперь Меньший патрон Повлияло ли это как-то На сам ган Изначально казалось Что да Но теперь ты понимаешь Что нет Я думаю Разработчики полагали Подобным изменением Они как-то там Ну вытеснят Немного ведомый Тупо из-за того Что на него Не будет хватать патрон Но как показала практика Из-за того Что этот ган Реально невероятно сильный Хотя я опять же Его не особо люблю У меня руки из жопы Огромное количество людей Носят эти снайперские патроны Так что проблем У вас с ними Не возникает Вот такой вот Получился парадокс Ведомый это Однозначно Тир А И он даже стал сейчас Как по мне Сильнее Тупо из-за того Что у него есть череполом Который в голову Дает хренову тучу урона Опять же 113 это без шлема Со шлемом будет Немножко поменьше Переходим уже К стойке с лайтами Здесь у нас идет Ре-шка Ре-шку приблизили Побольше к пистолетам Насколько я знаю Раньше у нее там То ли фов был Поменьше То ли побольше Короче что-то у нее там С фовом было Мувмент у нее тоже был Похуже чем у пистолетов Сейчас же Она работает абсолютно Так же Как и Все остальные пистики Прекрасный обвес В виде молотящих боеприпасов Я с ней разыгрался Последнее время Тупо потому что Она сейчас в крафте Продается с этим же Обвесом сразу же И хочу вам сказать Что ган реально Очень классный Тем более Если у вас на первом Слоте для какой-то Средней дистанции Да и даже без этого Вот без магазина Вы можете увидеть Что она практически Сбривает фулового Противника Короче оружие Как саппорт ган Реально довольно Комфортное Да и без самого Обвеса на начальном Этапе игры Она тоже довольно Неплохая Она вполне себе Дотягивает уже До б тира А вот п2020 Несмотря на то Что его там уже Как только не пытались Бафать Несмотря на то Что у него вроде Молотящий есть Но все равно Он какой-то Блин Странноватый Да ему Дали по идее Вот этот вот Обвесик Который теперь Позволяет вам Стрелять от бедра Чуть ли не на Несколько десятков метров Но все равно Из-за того Что вам приходится Прокликивать Одним пальцем У вас как-никак Все равно Сбивается прицел И из-за этого Попадать Постоянно Будет довольно Сложновато Ежели Та же РЕшка Даже без обвеса Пока вы его Ищете Она вполне себя Неплохо показывает То вот П2020 Без обвеса Это ган Честно говоря Ну такой себе То есть мягко говоря Такой себе Так что засуну я Его в Тир Д Хотя Опять же Напомню Что в Апексе Попросту отсутствует Такой класс Как ужасные ганы Это просто Ну прям Очень Мега Сильно Ситуативное Оружие А вот 301 Про эту пукалку Я думаю Ничего вообще Говорить не нужно До сих пор Топ пик До сих пор Один из самых Мощных Самых сильных Ганов Который И от бедра Стреляет Хорошо И в прицеле Это вообще Просто бомба Вы можете Насыпить на него 3х И сбривать Если у вас Более-менее Нормальный Аим Тир А однозначно Вообще Не думаю Даже что Есть смысл На нем Останавливаться Спитфайр Эту пукалку Уже как только Не перемололи То и там От бедра Стрельбу Срезали Несколько раз Раза 2 точно Или 3 уже даже То его уже На лайты перевели И сразу могу сказать Что перевод на лайты Честно говоря Довольно сильно ударил По спитфайру В том плане Что лайтовых оружий Теперь ну Омега нахрена Плюс ко всему У нас здесь минимум 2 метовых гана То есть это Р-99 О которой мы поговорим Немножко попозже И Р-301 Оба эти оружия Жрут патроны Как кони Поэтому на спитфайр Ну особо не напасешься И при всем при этом Сам по себе спитфайр Я не могу сказать Что он сейчас Вообще нужен Это довольно Странный такой ган На дистанции Как по мне Есть более приоритетное оружие Да он все еще Очень комфортный На какую-нибудь там Среднюю дальность Вы спокойно Можете зажимать В точку Но все равно Я считаю Что взять тот же скаут На данный момент Гораздо покруче Вы гораздо проще Сможете контролировать Полет пули Если говорить Про стрельбу От бедра То это вообще Сущий кошмар Разработчики Сделали из этого оружия Какой-то World of Tanks Если раньше Ты подходил И просто Вел Прицел По противнику То сейчас По вражине Который как-то там Пытается в мувмент Попасть Невероятно сложно Тупо летит В какие-то Рандомные стороны И это контролировать Вы никак не можете У него стандартная Вот эта вот точка Она невероятно Кончена Я бы даже сказал Она огромная Она закрывает Просто весь обзор И противника Там приходится Высматривать Чуть ли не в микроскоп Как по мне Спитфайер На данный момент Это максимально Спорный ган Я бы его отправил В Тир Д Да ладно Шучу Б Р-909 Опять же Ей ничего особо Не изменили Кроме того Что теперь Вместо надульника У нее лазерный прицел По поводу Лазерного прицела Такое складывается Ощущение Как будто у всех ФПшек А в особенности У Р-909 Увеличили Очень сильно Отдачу от бедра То есть раньше Ты как-то стрелял От бедра И ты вообще Можно сказать Мышку вниз Не тянул Даже на большие дистанции В точку От бедра С этим обвесом Но теперь Контролировать Отдачу Стало посложнее То есть первое время Я вообще Настолько к этому Не привык Что не мог попадать По противнику У меня прицел Вверх уходил В остальном же Прицеле Это тоже оружие Которое очень комфортное Которое дает Огромное количество Урона в секунду Она в негативную сторону Вообще никак не изменилась Это все еще Тир А Сменщик Опять же Этому парню Кроме того же Надульника Как и многим другим ППшкам ничего не поменяли От бедра Он всегда стрелял хорошо А с этим обвесом Он стреляет еще лучше Теперь реально Сменщик Еще в тысячу раз Больше напоминает Свой аналог Из второго титана падок Где он от бедра Мог стрелять Просто вообще На любую дистанцию Не говоря уже о том Что на таком расстоянии Сменщик Невероятно комфортный И вы можете Спокойно зажимать С него По противникам Можете спокойно Нацепить на него Какой-нибудь Х2 И как вы видите Реально Вот я всегда Кайфовал Сменщика Насколько же Это классный Комфортный Пулик Если вы новичок Для вас это Наверное будет Просто идеальный Шиган Для того чтобы Начинать как-то Пристреливаться Начинать как-то Вообще Втягиваться в игру Это Это Ну от 100% Самый комфортный Ган Вообще В игре Но разумеется По своему ДПС Он не дотягивает До той же 99 Не дотягивает До других ППшек Поставить его В тир А я не могу Так что Пожалуй Оставим его В тире Б Думаю С этим Никто спорить Не будет Нэкстом у нас Шурует Скаут По поводу Скаута Я уже вам До этого Сказал Пукалка На какие-то Средние дистанции То есть это Вроде как И не снайперка Вы гораздо Более гибкий То есть если вы Даже плохо Как-то там Стреляете Если вы Много промахиваетесь У вас больше Шансов Последующими Выстрелами Уже Задеть Противника Спам реально Очень дикий Я заметил Что его Очень часто Сейчас берут В том же рейтинге От бедра Ну Как по мне Такое себе От бедра Это какой-то Уровень спидфайра Потому что Разброс реально Так себе Но в то же время У вас есть Дабл тап Новый Старый Обвес Который Уже стрельбу От бедра Делает Гораздо Гораздо Комфортнее Если стрелять По одной Пуле То реально Довольно Как-то Ну неприятно Попадать У тебя такое ощущение Складывается Как будто ты Не контролируешь Разброс А с дабл тапом Во-первых И урон побольше Будет А во-вторых Кучнее Скаут Это охрененная Марксманка Но из-за своей Опять же Относительной Универсальности Я могу Ей выделить Только Разве что Тир Б Дальше у нас Идет Кар Кар это Насколько вы Можете помнить В прошлом Тирлисте Да и раньше В принципе Была одна Из моих Вообще Самых Любимых Ппшек А если Говорить честно То вообще Самая Любимая Когда вывели Вольт Я кроме Кара Вообще Никакой Пп не подбирал Буквально Играл Чисто На нем Ему Вообще Убрали В принципе Какой-либо Надульный Обвес У него Теперь Нету Ни Вот этого Лазерного Указателя Ни Надульника Вообще Нифига Повлияло ли это Как-то На кар Да Нихрена Подобного Он до сих пор Одна из самых Комфортных Одна из самых Сильных Ппшек Собственно Из-за этого Наверное Ему Разработчики Решили Ничего На нос Так сказать Не вешать Можете найти патроны Особенно Это актуально В рейтинге Если у вас Траблы с патронами Вы спокойно Можете подбирать Там пачку лайтов Там пачку тяжей И вот так вот Ходить Как говорится С миру По нитке С той же 99 Которая выплевывает Патроны за микросекунду Так не получится Очень часто Приходится Где-то в пылу боя Свапать ее Тупо из-за того Что у вас Уже больше нет Патронов Тир А Однозначно Репитер Сейчас Тоже довольно Крутая пушка Я думаю Даже получше Чем тот же Скаут Тупо из-за того Что теперь На него можно Повесить череполом Если вы Зарядите То это будет 120 в голову Без шлема И разумеется Чуть поменьше В голову Со шлемом Тело Как обычно Это 57 Но теперь В него Внимание Встроили Двойной патрон Если раньше Вам каждую Пульку надо было Заряжать по отдельности Теперь же Будете заряжать Вот как видите 5 6 Ну если бы Был расширенный магазин Это было бы уже 7 Сверху еще наваливается Плюс того Что по сравнению С тем же скаутом Как по мне У него Гораздо Гораздо круче Залетают пули От бедра Конечно Не все попадает В точку Но оно как бы И не должно По идее Ружье офигенное Тир Б На Не могу я его засунуть Все из-за той же Не особой универсальности Переходим К ищейке Вот этой штукенции На самом деле Довольно сильно Бафнули стрельбу От бедра Но только С лазерным прицелом Покажу вам Охрененный момент Вот я стою На сколько там Ну метров Да хрена метров Метров наверное Сто 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 То есть Это дистанция На которой Уже сложновато Стрелять с Тристо Первой Для многих Людей Как вы видите Ищейка Даже без Какого-то контроля Тупо с этим Вот обвесиком Дамажит Охренеть Как много По факту Это все Такая фановая Больше тема И не более того Почему Да просто потому Что сам по себе Бюрст Это очень ситуативная Штуковина Если ваш противник Очень хорошо Мансит Вы вряд ли сможете Попасть по нему Всеми пулями Если вы еще сверху Будете нервничать То это дополнительные Промахи А для ищейки Это реально Очень многое Значит Если сравнивать ее С тем же каром Она как по мне Проигрывает Абсолютно По всем параметрам И по комфорту И по дпс И вообще По самой по себе Универсальности Тот же кар С x2 Гораздо Проще Контриться Чем К примеру Ищейка С x2 Но Я не сомневаюсь Серьезно народ Я не сомневаюсь Что 99% из вас Берут ищейку И уничтожают Лобби предаторов Одним зажимом Просто по 5 патрон На каждый На каждый склад Вообще не сомневаюсь Я напомню Я рукожоп Как по мне Ищейка Это рандомный ган Пусть фановый В силу нового обвеса Но все еще Рандомный ган Поэтому Тир C Хемлок Этого оружия Вообще В принципе Никак не изменилось Кроме того Что теперь Этот ускоритель перезарядки Будет фиолетовый Повлияло ли это на что-то Да Нихрена это не повлияло Как по мне Можно было уже давно Вот этот обвес в хемлок По дефолту Встроить И никто бы даже Этого не заметил Прекрасно Знаю что Есть огромное количество Фанатиков этого гана Не осуждаю Ган реально В принципе С потенциалом Но Напомню Это Как ищейка Бюрст Единственная разница В том что Вы можете переключиться На одиночную стрельбу То есть Вы будете по одной Пульке накидывать В сравнении С тем же Допустим 30-30 А нахрен вообще Нужен хемлок Если вы хотите Поюзать его как Аэрку Нахрен хемлок Если у вас есть 301 Даже сменщик Наверное проще Будет взять И понакидывать На какую-то Среднюю дистанцию Как какая-то Лайтовая Такая максимально Лайтовая Аэрка Поэтому я не совсем Понимаю Зачем вообще Хемлок Нужен в Данной ситуации Под бедра У него та же Проблема Примерно как и Со спидфайера У него довольно Сильный разброс Плюс к этому Бюрст Если зажимать Еще как-то проще Потому что ты Плавнее контролируешь Мышку То прокликивать Как я и говорил Уже будут Какие-то Микро отклонения От цели Уже будут Какие-то Микро промахи А микро промахи Это потеря Вашего урона Короче Хемлок По моему скромному мнению Тир С Флетка Вот этот паренек Уже вообще Никак не изменился Как и 301 Это до сих пор Ну можно сказать Такая противоположность 301 Он наносит Побольше урона Но при этом Он Посильнее Бодается То есть Чтобы научиться Контролировать Флетку Нужно Как говорится Приловчиться Но несмотря на все Эта Флетка До сих пор Тир А Она одна из Самых любимых Вообще Аэрок В принципе У многих игроков Переходим уже К оружию Из дропа И в этом сезоне У нас огромное количество Всяких противоречивых ганов Во-первых Крабер Крабер Даже несмотря на свой нерв Несмотря на то Что он не ваншотает В фиол шлемак И я кстати Сделал бы на месте Разработчиков так Чтобы он вообще В голову не шотал В принципе Чтобы он всегда Оставлял одно хп Потому что Когда в батл рояле Тем более В таком киберспортивном Батл рояле Тебе прилетает ваншот В голову С другого конца карты Но это как по мне Немножко дисбалансно Крабер до сих пор Тир А Не вижу смысла На этом останавливаться А вот мастив Мастив Уже прям Довольно Сильно поднерфили Ему срезали Скорострельность Ему срезали Хитбокс пуль Стрелять Как по мне Даже посложнее Чем с того же Пискипера Хотя пискипер Это оружие С земли А не с дроп То есть допустим Вот вы даете Один шот Второй шот И третьим Добиваете С мастивом же Примерно та же ситуация Но с одним исключением Вы не можете Зарядить чок Как тот же Пикей Уточню Что по ДПС Мастив Хуже Евы 8 Напомню Что Ева 8 Это оружие С земли А не из дропа Уже изначально Есть такая Предвзятость К мастиву Он сейчас В принципе Довольно сильно Проигрывает Многим дробовикам Которые находятся На земле Короче Если бы Лично я выбирал Между мастивом Евой Или миротворцем То я бы взял Все Вот что угодно Но не мастив Так что Как для оружия Из дропа Он реально Сейчас наверное В тире С Я не вижу смысла Его как-то пикать В том плане Что если вам нужен спам Вы берете Еву И сбриваете противника Очень быстро Если вам нужен распик Вы берете пискипер Который гораздо проще Может это делать Не говоря уже о том Что вы можете еще и На какие-то дистанции Там простреливать Боцик Он в принципе До этого уже Начал накалять Скажем так Обстановку В игре Особенно на хайрангах Я заметил Что многие начали Играть с этим оружием Хотя изначально Все плевались И говорили Типа нахер Это лук нужен в апексе И пошло поехало Сейчас же Это можно сказать Какая-то скорострельная Снайперка У которой еще и есть Режим дробовика Довольно сильно бафнутый То есть вы теперь Как видите можете Довольно много Дамага наносить От бедра Этот ган Стал гораздо универсальнее У него два обвеса Которые раньше были на земле Теперь встроены Вы можете и стрелять Быстрее Если вы будете Без перерыва Это делать Не могу сказать Что это Убер Супер Пупер Имба Но на тир Б однозначно Прокатывает В следующем У нас Неист Неист До сих пор Обожаю Это название Просто шикарное Короче Неистовство Это оружие Я в принципе Не любил На земле И я его не люблю До сих пор В дропе Как по мне Это один из самых Вообще Бесполезных ганов Которые Можно представить Вообще В кирпакиче У него Аж одна Зажигалка Аж одна Зажигалка Находится В кирпакиче Вместе с ним Я не знаю Вообще Зачем он нужен Вот серьезно В чем смысл Неистовство Если вы можете взять Опять же 301 Если вы можете взять 3030 Которая стреляет Тоже так же Довольно Слоупочно В то время Как на неистовство Нужно постоянно Искать там Зажигалки Чтобы ее заряжать Из-за того Что это оружие Из дропа Просто максимально Предвзятое отношение Я его спокойно Засуну в тир D Ну и наконец-таки Стойка с энергией Первым делом У нас вольт Второе пришествие Вольта было Его вернули на землю Единственное Что ему прям Глобально изменили Это то Что как и у всех ППшек У него нет Теперь привычного Надульника Вместо этого Лазерный прицел Повлияло ли это Как-то на вольт Да Повлияло Теперь вольт Еще Сука Имбови в тысячу раз Если раньше У вас от бедра Были какие-то проблемы Да С попаданием То теперь С этим обвесом Вы зажимаете В точку В чем логика Разработчиков Я не знаю Потому что В прицеле Он как Зажимал в точку Так же само Как и от бедра Теперь Так и Больше чем Та же 301 То есть это оружие Которое Охрененно стреляет От бедра Которое охрененно Стреляет с прицела Которое вообще Комфортное По всем параметрам У нее есть Правда Один огромнейший Единственный минус И заключается он в том Что это пушка на энергии А пушки на энергии Особо люди не любят Поэтому Патроны вам искать Скорее всего Придется на полном серьезе По одной По две пачки Нашкрябывать на земле Короче Трабло в том Что патроны у вас Заканчиваются довольно быстро А найти Чтобы обновить Соответственно Свой арсенал У вас Скорее всего Будет получаться Очень и очень редко Вольт Это наверное Сейчас самое Буквально Самое имбовое оружие Из всех Которые есть на земле Охрененный ган Я его просто обожаю Поэтому Это заслуженный Тир А Возможно Даже надо ему Какой-то отдельный Там королевский Тир дать Исключительно Вот именно Для него Трипл тейк Я его как-то Особо никогда Не воспринимал Хотя Это все еще Крутая такая Спамящая Хренотень Которая на уровне Наверное С тем же 30-30 На уровне С тем же разведчиком Но для какой-то Другой аудитории То есть Могу предположить Что он наверное Нравится тем людям Которые не особо Хорошо попадают На дистанциях А в силу того Что у тебя Три выстрела Которые довольно Кучно летят Появляется больше шансов Что ты собственно Заденешь противника От бедра Он стреляет тоже неплохо Поэтому очень многие люди Используют его Как такой Можно сказать Дробовик на минималках Не говоря уже о том Что у тебя есть шанс Просто на 90 На 100 Как можно заметить Дать человеку В упоре в голову Тир B Туда же К остальным марксманкам Он улетает И тут у нас Преданность Ганн Который сейчас Находится вместе С турбозарядником В крафте Это оружие Насколько я помню В принципе Никак не поменяли Если вы находитесь Турбозарядник Вы насилуете Просто всю карту Основная проблема В том Что турбозарядник Найти сложно Вторая основная проблема В том Что это опять же Пушка на энергии Пушка на энергии Которая выплевывает Патроны еще быстрее Чем вольт А соответственно Что? Соответственно С патронами У вас будет гемор Постоянный Преданность В принципе Даже без турбозарядника Она довольно крутая Это не спидфайр Она от бедра Несмотря на то Что ее уже нерфили Насколько я помню По стрельбе от бедра Она все еще Жрет просто Всех подряд Она Сжирает противников Даже если вы Находите ее В начале катки Даже если вы Стреляете Без какого-либо Обвеса Прицел у нее Тоже гораздо удобнее Чем На том же спидфайре Преданность Тир Б Хаос Абсолютно та же тема Что и с преданностью Но за исключением того Что вместо Медленной такой раскрутки Вы обладаете Небольшой задержкой Буквально там Секунду Перед стрельбой Остальные же выстрелы Абсолютно такие же Как если вы найдете Турбозарядник В принципе Хаос Это довольно Крутая Аэрка Она Прекрасная В стрельбе Вот прицела Она дает Огромнейший ДПС Я там не знаю Что по статам Но по-моему Она одна из самых ДПСных вообще Аэрок в игре От бедра От нее тоже стрелять Довольно кайфово У нее разброс Конечно довольно большой Но в упоре Она реально Забревает Очень и очень Круто Все остальные Костыли Абсолютно такие же Нету Турбозарядника Вам будет больновато Тем более Если вы резко Выходите на противника Вы стрелять соответственно Тоже не можете А энергии Не будет довольно часто Эльстару Вроде бы Что-то там То ли нерфили То ли бафали Я уже честно говоря Я даже не по-моему По-моему нерфили даже Я на этот ган Настолько забил Что я реально У меня уже из головы Вылетела Вот эта вот часть Патчноута В котором говорилось Вообще Что ему делали В целом Я не могу В принципе Представить Наверное Даже более Невзрачного Оружия в Апексе Чем Эльстар Я не могу Сказать Что он Плохой Но в то же время Зачем Эльстар Если у вас На той же энергии Есть вольт Если у вас На той же энергии Есть хаос Не говоря уже о том Что это пулемет То есть Вы с ним С ним довольно Медленные У него большие задержки Те же проблемы С патронами И несмотря на то Что тысячу раз Ему уже Всячески там Пытались убрать Вот эти вот флешки Да Вот эти Которые вас просто Слепят Которые слепят Ваших тиммейтов Ваших противников Все равно Вот эти эффекты Они моментами Заметны Они реально режут глаз По каждому из параметров Проигрывает Тому же вольту По остальным каким-то Аспектам Проигрывает К примеру Хаосу Потому что Хаос более мобильный При том что Огневая мощь у него Даже побольше Чем у хаоса Так что Зачем нужен Такой вот пулемет У которого Не особо много Преимущества Вот с вот этими оружиями Я не совсем понимаю Засуну его Пожалуй В тир Ц Хочу рассказать вам Такой небольшой лайфхак Я на самом деле Уже довольно давно Веду свой Телеграм канал И туда заливаю Тирлисты До того как они выходят На ютуб канале Буквально там за сутки Или может даже меньше И разумеется Сливы Все тому подобное То что появляется На канале гораздо позже И вот этот тирлист Вы его сейчас наверное Увидите на экране Я вот для вас уже Все подобрал Я его заливал туда В телегу Ха-ха-ха И я реально Я понимал что у многих Сгорит жопа Но Ха-ха-ха Многие люди реально Такой сральник устроили Вместе со мной Кстати кто-то добыл Сорян Задушнили Но Ха-ха-ха Я даже не знаю У кого жопа сгорела больше У тех людей Кто строил этот тирлист Или у меня самого И разумеется Как вы поняли Если вы хотите получать Тирлисты Сливы и прочие вещи Там какие-то мои мысли Рассуждения по игре И не только Обязательно подписывайтесь На мой телеграм канал По ссылке в описании Там уже кстати почти 3000 подписчиков Так что давайте добьем И разумеется Пишите свои тирлисты Пишите с чем согласны С чем не согласны Ну и разумеется Не забывайте Это все аргументировать Ну и как всегда Завершенный вариант Моего тирлиста Специально для вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому